всем привет сегодня мы с вами продолжаем делать наши настенные часы из порцелановых фарфоровых глиняных тарелок и сегодня мы будем с вами собирать из уже приготовленных вот с выставлю сразу на продажу такие участники будут нас а вот это вот у меня была уже картиночка готова вернее до того как было просверлено отверстие эти часы когда будут собраны вот таким еще крючочком для того чтобы вешать на стену потому что тарелка сама по себе тяжелая эти часы отправятся в берлин на эти часы уже есть заказ на эти часики мы сделаем белые стрелки сюда мы сделаем черные стрелочки и пока я буду красить стрелки в белый цвет сделаем маленькую паузу и потом будем монтировать сразу двое часов так мы продолжим пока у меня подсыхает первый слой краски на стрелочках для монолизы вот секундная у нас будет желтенькая минутная часовая будут белые пока это все подсыхает мы будем устанавливать механизм на вот эту вот толстую тарелку чем отличаются механизмы часовые кварцевые друг от дружки размером своих вот этих вот стержней то есть стандартный обычный у него толщина но сейчас я вам покажу у него толщина максимум вернее не толщина длина его вот такая вот вот такая вот небольшая и усиленный вот пожалуйста сравнение для чего это делается такой можно свободно установить вот на такую вот тарелочку вот мы устанавливаем на такую тарелочку прокручиваем и свободно вставляется у нас сюда механизм затем мы просто напросто берем гаечку и гаечкой приворачиваем если мы этот механизм попытаемся установить на тонкую тарелку то естественно будет выглядывать носиком дальше и соответственно уже никакого вида у этой тарелки вернее этих часов не будет потому что стрелки сами по себе они будут отстоять очень далеко от циферблата так называемого поэтому при выборе механизмов кварцевых механизмов для таких вот декоративных часов на стенах нужно обращать внимание на то какая толщина выбранного вами материала и соответственно уже заказывать механизм под этот материал сейчас для большей устойчивости и схватки гаечки со стержнем я немножечко расширю края нашего отверстия в этой тарелке из красной длины я просто-напросто беру нож и ножом вот так вот расчищаю эти краешки для того чтобы механизм полностью вплотную присел к этому днищу и не дай бог в какой-то момент сама гаечка не раскрутилась и часы нафиг вернее сама тарелка с часиками не упала кому-нибудь на голову со стены как говорится безопасность превыше всего так с одной стороны есть теперь точно также с другой стороны тихонечко легонечко чтобы не сбить глазурь потому что это у нас ручная работа вот эти вот тарелки люди старались люди делали и будет очень неприятно если на эту тарелку конечно угробим так не сделав из нее настельных сувенирных часов вот так вот немножко расширим сейчас так отверстие я слегка расширил вот пожалуйста можете посмотреть а теперь мы будем вставлять механизм в нашу тарелочку механизм вставили сейчас мы просто напросто прихватим прикрутим а потом будем устанавливать наши стрелки и можно сказать одни настенные часы уже готовы так есть сейчас секундочку отлично готова готова вот теперь мы аккуратненько надеваем наши стрелочки как обычно начинаем мы с часовой стрелочки надеваем аккуратненько аккуратненько чтобы не помять не примять потому что у таких стрелочек они вообще делаются вот посмотрите насколько насколько тоненький металл что если сделать одно неправильное движение неверное движение давануть конкретно то все стрелочка нафиг загнется так часовая стрелка у нас уже есть теперь надеваем минутную стрелочку аккуратненько надеваем минутную стрелочку ну надевайся давай есть наделась отлично и в заключение мы надеваем секундную стрелочку так стрелочку нас поровнять чуть-чуть хвостик так вот смотрим что у нас получилось вот такие у нас часики вот они вид сзади вид спереди а сейчас мы проверим работают ли наши часики как вставляем батареечку вставляйся есть так надо стрелочка слегка подровнять чуть-чуть поднять и здесь все стрелочка пошла до шла с иголочку вот вам значит первый недостаток китайских вот этих вот часовых механизмов в том что они нет механизмы сами по себе хорошие механизмы сами по себе хорошие а вот стрелочки у них очень и очень нежные вот пожалуйста первые часики у нас работают сейчас мы будем собирать вторые часы так вот сейчас мы приступаем к выполнению заказа из берлина маленькая может возникнуть проблема с такими часами вот в этом вот ободке для того чтобы у нас этот механизм ровно и правильно вот так удержался не шатался не вывалился не выгибался когда мы прикрутим гаечку я приготовил вот такую вот резиночку такую пористую резиночку и сейчас я из этой резиночки вырежу аккуратно подкладку под механизм и эту подкладку аккуратненько положим в этот внутренний круг и тогда наш механизм просто-напросто упрется своим корпусом в эту резинку и она не даст ему прогнуться под давлением гаечки сейчас так 1 2 и готово стрелочки я надеюсь уже подсохли пришлось покрывать их дважды чтобы были нормально покрашены и и имели хороший соответствующий так ну вставляем наш механизм отличника теперь берем нашу гаечку и прикручиваем наш механизм тарелочки сейчас мы гаечным ключом не пользуемся потому что хватает того давления которые так все механизм нас готов значит рекомендация вот под такие тарелки когда вы делаете настенные часы из такой тарелки желательно бустилатом или эпоксидкой приклеить дополнительный вот такой крючок чтобы ваша тарелка спокойно висела на стене и не падала потому что пластмасска пластмасска это хорошо но в какой-то момент не дай бог конечно может взять и оборваться и тогда у вас ваши часы падают со стены но когда у вас будет висеть ваша тарелка вот на таком вот крючке вот смотрите вот такой крючочек с часами ничего не случится и не будет оказана лишнего давления на вот эти вот часики и так что у нас со стрелочками стрелочки у нас уже подсохли надеюсь да где-то у меня здесь был пинцет вот он пошел сейчас мы установим стрелочки аккуратненько там вам видно ну я не такой же великий мастер у видео съемки я все на все любитель но тем не менее сейчас секундочку очень тонкий материал очень тонкий материал и с этим материалом с этим металлом нужно очень осторожно работать чтобы не дай бог не повредить потому что в противном случае потом вся ваша работа пойдет коту под хвост а сейчас мы проверим как эти часики работают с вот этих вот часиков которые до сих пор идут мы вынимаем батареечку откладываем и вставляем сюда секунду батарейка еще не стоит а часы уже идут часики пошли пошли ну что ж заказ вот этот вот заказ отправляется у нас в берлин а те часики мы выставляем вот эти вот часики мы выставляем на продажу пожелания вопросы претензии рекомендации все выкладывайте у нас на канале в виде комментариев все рассмотрим обсудим не забудьте подписаться на наш канал поделиться видео с друзьями поставить лайк колокольчик нажать оставайтесь с нами у нас на канале у нас всегда есть что-то новенькое и интересное с вами был автор канала old dutchman всем удачи